Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Ну что ж, принимаюсь за копку чеснока. Все, как вам рассказывал. Он немножечко подзарос, но ничего страшного. Уже неохота было полоть его. Уже тут последних пару недель перед выкопкой. Пусть зарастает. При выкопке сейчас все сорнячки уберу. Ну а теперь сделаем копку. Смотрите, как чесночок уже хорошо, вот эта вот чешуйка желтеет. Вот эти вот листики, это продолжение чешуй, которые закрывают саму луковицу. Хорошее развитие чешуй позволяет сохранять чеснок как можно дольше. Самым лучшим образом. По-моему, то чеснок находится в идеальной фазе для выкапывания. Сейчас посмотрим. Смотрите, как интересно само получилось. Две чесночины рядом срослись. Одна была с оставленной цветочной стрелочкой, которая лопнула. А у второй цветочная стрелочка чесночины была удалена, как и положено. И вот смотрите, ой, насколько высока разница в размере. Давайте вот сюда вот положу. Вот смотрите, вот это вот получилось с цветочной стрелкой, а вот это вот получилось с удаленной цветочной стрелкой. Смотрите, насколько больше диаметр луковицы. Ну, почему я не очень люблю высаживать головками, или вот здесь получилось, что два зубка вот так вот вместе. Потому что, конечно, когда вот здесь вот они соприкасаются, то невольно луковица получается асимметричная. Зубочки здесь, конечно, немножко теряют в размере. Поэтому все-таки я предпочитаю сажать чесночок по одному зубку. Ну, вот выкопал рядочек чеснока. Неплохой чеснок, несмотря на все трудности этого лета. Засуха у нас почти два месяца была с весны. Но, в общем, чеснок вполне себе вытянул. Есть, ну, чуть мельче головочки, а есть и покрупнее. Все, в общем, как обычно на любом огороде. Что же важно теперь с ним сделать? Самое первое, ни в коем случае не пытайтесь отряхивать, обдирать вот эту вот землю. Отваливается только то, что само отваливается. Специально отряхивать и уж, конечно, мыть чеснок, ну, никак, абсолютно никак, недопустимо. Никогда не мойте чеснок. Кроме того, ни в коем случае не обдирайте вот эти вот чешуйки. Это важно. Прямо такое важное замечание. Не стремитесь очистить этот чеснок. Пусть все само отвалится. Сразу же, когда вы делаете выкопку, буквально сразу старайтесь отбирать вот наиболее крупные, наиболее такие ловкие, удачные чесночины. Отбирайте сразу на семена. И храните их, пожалуйста, отдельно. Бывает так, что откладываешь все на потом, потом не бывает, начинаем хапать там на консервацию, туда-сюда, все подряд. Лучше сразу отобрал, какие вот на семена понравились. Те пусть на семена в отдельной кучке лежат. После выкопки чеснока также ни в коем случае не стоит удалять ботву. Ведь перетекание питания все еще будет происходить. И будет происходить укрепление вот этих вот чешуй для успешного дальнейшего хранения. А вот последующие от 4 до 6 недель это период оздоровления чеснока и его дозаривания и подготовки к успешному хранению. Я буквально на несколько дней, если бы было солнце, оставил бы его на солнышке, буквально в один слой. Солнце, конечно, является довольно-таки дезинфицирующим таким фактором, который оздоравливает чеснок. В регионах с жарким солнцем чеснок прямо иногда печется. Поэтому, конечно, там надо делать это в теньке. В любом случае условие таково, что чесночок должен очень хорошо проветриваться. Поэтому вот у меня, например, такие теперь настилы есть, деревянные, самые простые, которые будут обеспечивать это самое проветривание. Очень хорошо в период после первого подсушивания, еще даже может земля полностью не отвалилась, но взять и обработать чесночок препаратами на основе сенной палочки. Порой люди игнорируют этот ресурс и абсолютно зря на самом деле. Или сенная палочка, вот титаниум, там другие препараты. Вот у меня триходерма, но триходерму лучше не использовать для чеснока. Лучше все-таки бактериальные препараты использовать. Здесь вот у меня баверия нарощенная. Вот этот ресурс люди почему-то иногда игнорируют, но на самом деле это такой практически бесплатный ресурс для повышения сохранности и качества разнообразнейших овощей. Ну, сегодня мы пойдем немножко другим путем. Хотя чесночок считается фитонцидным растением, но сам по себе он подвержен особенно во время хранения вот этого дозаривания, созревания таким заболеваниям, как аспергиллез, пенициллез и серая гниль. Фузариум здесь остаточки могут в луковичках, если где-то заводились, то они тоже могут привести к порохнению вот этих луковиц и к их порче и плохому хранению. И здесь ни в коем случае нельзя проигнорировать ресурс особых растений. Вот у меня здесь шалфей мускатный, например, есть. Вот он доцветает, там уже орешки чуть-чуть созревают, еще семена получу. Есть мята, различные виды мяты. Очень хорошо подавляют развитие серой гнили и других заболеваний, которые как раз цепляются к чесноку. Поэтому вот на такое вот какое-то место, ну на стильчик какой-то, вы, пожалуйста, застелите. Не надо много, чуть-чуть, буквально совсем немножечко этих растений надо. Это я тут, видите, навалил много, а тут буквально немножко надо этих растений. Ну я-то уже от щедрот, у меня его много растет. И вот так вот просто повыкладывайте этот чесночок как бы вот наверх, в перемешечку вот так вот. И все. В особенности хорошо делать такую процедурку, такую фитотерапию для чеснока в отношении луковиц, которые предназначены в дальнейшем для посадки. Вот эти фитонцидные растения, ну шалфеи в частности, мята, котовник, они очень хорошо отгоняют от чеснока трипсов, которые являются извечным врагом луковых культур при хранении. И ваши, и лук, и чеснок будут в значительной степени освобождены от трипса, а даже с большой долей вероятности и полностью освобождены от этой напасти. И вот когда вы чесночок разложили, тоже немножечко сверху его, вот так вот буквально чуть-чуть, реденько, чтобы воздух туда хорошо проникал, не надо густо заваливать. А вот немножечко, буквально чуть-чуть, реденько вот так вот проложите. И это будет очень хорошей, просто прекрасной защитой чеснока на период дозаривания, на лечебный период и на дальнейшее хранение он уйдет здоровенький и красивенький. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!